Здравствуйте! В эфире «Экономика» – программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. И сегодня в выпуске. Центральное телевидение, или как в Казахстане, переходит с аналогового вещания на цифровое. Посчитаем выгоды для экономики страны. Летать стали меньше, однако прибыль больше, за счет чего отечественные авиалинии повысили маржинальность. Расскажем. Об этих и других темах экономики в ближайшие 10 минут Ягульна Рожандагулова начнем. За январь-апрель авиаперевозки пассажиров сократились сразу на 7,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и составили 2 миллиона человек. Тем не менее, доходы от перевозки пассажиров за год выросли до 102 миллиардов тенге. Рост доходов при сокращении пассажирских перевозок обеспечен в том числе и подорожанием авиабилетов. По данным рынки НКЗ, цены на билеты выросли сразу на 17% за год. Наибольшее удорожение наблюдалось в Мангистауской почти в половину за год и в Жамбулской областях. В то же время в Североказахстанской области цены на авиабилеты снизились почти на 8%. В Акмолинской и Алматинской областях цены остались без изменений. Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов самым высоким уровнем зарплат в мире. В этом году лидирующее положение занял американский Сан-Франциско. Его жители получают в среднем по 6,5 тысяч долларов в месяц. Тюрих сместился с первого места в рейтинге. Однако, несмотря на это, эксперты отмечают, что город по-прежнему лидер по стоимости товаров и услуг. Нью-Йорк входит в первую пятерку в рейтинге не только по уровню зарплат, но и по уровню чистого дохода населения. По качеству жизни Бостон занял восьмое место, а в рейтинге чистого дохода четвертая. Чикаго еще один американский город, который продемонстрировал высокие результаты в этом году и замыкает пятерку лидеров. Чтобы не погас экран или для чего Казахстану массовый отказ от телевидения аналогового и приход на цифровое телевещение, расскажем, какие плюсы получают казахстанцы в частности и экономика страны в целом от внедрения цифрового телевидения. А также попытаемся понять, как маркетинговые программы могут помочь безболезненному внедрению планов государственного масштаба. Отечественное телевидение в цифре в Казахстане смотрят уже жители четырех крупнейших регионов страны. Первый этап по переходу от аналога к ЦТВ закончен в Мангистаусской, Жамбылской, Туркестанской областях и в молодом казахстанском мегаполисе в городе Шимкенте. Для того, чтобы довести цифру до каждого экрана, в этих регионах были построены и модернизированы 144 радиотелевизионные станции. Больше всего работ было проделано в Шимкенте и Туркестанской области. 144 станции позволили охватить цифровым эфирным вещанием 1304 населенных пункта. Для полного перехода на цифровое эфирное телевидение и отключения аналогового телевидения запланировано 827 радиотелевизионных станций построить по всему Казахстану. На сегодняшний день построено 446 радиотелевизионных станций, которые уже, в принципе, на сегодняшний день охвачивают 83% населения страны. Впереди следующий этап внедрения проекта цифрового эфирного телевидения полный переход на цифру с отключением аналогового вещания запланировано еще в трех областях страны уже в июне. Доступ к качественному вещанию теперь получат жители Алматинской, Костанайской и Павлодарской областей. В этих регионах уже построены, модернизированы и работают в тестовом режиме все радиотелевизионные станции. Окончательно с аналоговым вещанием казахстанцы распрощаются в 2021 году. Сроки внедрения неплохие, если учесть, что Казахстан среди 101 страны только в июне 2006 года подписал разработанное Международным союзом электросвязи соглашение, по которому для стран-участниц были установлены планируемые сроки полного перехода на цифровое телевещание. В первую очередь был определён стандарт цифрового эфирного телевидения, то есть мы, наша республика определила стандарт ДВБТ-2. А участники других стран СНГ, они сперва определили стандарт ДВБТ, у которого пропускная способность всего 8 каналов. Но наше государство первыми из участников этих государств стран СНГ, которые определили ДВБТ-2, у которых пропускная способность 15 каналов через одну радиочастотность. Работа, безусловно, сложная и масштабная. И дело не только в технических особенностях перехода на цифру. Сложнее было донести до каждого жителя страны необходимость отключения аналогового вещания. Аргументы у казахстанцев просты. Всё работает, эфир бесперебойный, да и платить ничего не надо. И тут в работу включились маркетологи. Пожалуй, впервые в стране в таком масштабе была проведена огромная маркетинговая работа. Она предусматривала глобальные решения. Это прежде всего системный подход, который основывался на специально проработанной маркетинговой стратегии. В итоге каждый казахстанец получил информацию о переходе на цифровое вещание в привычном для себя формате. Взрослые поколения, к примеру, из газетных статей или телевизионных сюжетов поколения Next из социальных сетей. Информационные носители на квитанциях, которые доставлялись по адресу на жителям. Также перед отключением мы активно мониторим медиапространство. В этом году аналогично проходит также благодаря посредствам СМС-рассылки, активной ротации на телевидении, радиостанциях, выходов информационных сюжетов, постоянных инфоповодов в СМИ, СМС-рассылки. СМС-рассылки были таргетированы в соответствии с регионом, чтобы жители именно данные с точки зрения геолокации, чтобы жители именно данного региона получили информирование. Не менее важной проблемой стала неготовность части населения к покупкам приемников. А как показал опыт соседних государств, жители готовы ждать стопроцентного отключения аналогового телевещания, то есть откладывать переход на цифру до последнего. Но этого не случилось в Казахстане и во многом благодаря маркетологам, которые работали на опережение. Они обозначили плюсы, отвечали на вопросы жителей регионов, которые только готовились к прощанию с аналоговым телевидением. В 2018 году был применен системный подход к информированию населения, который был начат с разработки стратегии, что подразумевало еженедельное размещение информационных материалов в печатных изданиях, интернет-ресурсах. Также информационная компания подразумевала под собой привлечение бренд-амбассадора. И это яркий пример успешного кейса, когда современные разработки помогают не только конкретному бизнесмену, но и экономике всей страны. Ведь переход на цифру не только открывает перед телезрителями мир новых возможностей, которые попросту недоступны для аналогового ТВ, но и дает импульс развитию телекоммуникационной системы Казахстана в целом. Ведь одной из основных задач прихода на ЦТВ — это высвобождение радиочастот. То есть, если в цифровом вещании на одной частоте транслируются до 15 телеканалов, то в аналоге один телеканал занимает одну частоту. Освободившиеся за счет прихода частоты могут быть отданы новым телеканалам. И только так предложение может удовлетворить спрос отечественного рынка. Раньше в населенном пункте смотрели порядка трех-четырех каналов, то посредством цифрового эфирного телевидения сегодня они смотрят 15 телеканалов. А в областном центре то же самое. Если они смотрели там 10-10 телеканалов в аналоговом эфире, то посредством ЦТВ они на сегодняшний день имеют возможность смотреть до 30 телеканалов в цифровом качестве. Помогли за счет бюджета обеспечить цифровыми приемниками малоимущих. В 2018 году порядка 40 тысяч семей бесплатно получили приемники цифрового сигнала. Так, в Мангастаусской области было передано абонентам 1900 приемников. В Жамбулской области почти 9 тысяч приемников. В Алматинской около 5 тысяч. В Туркестанской области больше 27,5 тысяч и больше тысячи в Шемкенте. То есть программа решает в первую очередь и важную социальную задачу. Делает доступными для всех жителей страны казахстанские телеканалы в цифровом качестве. Сегодня цифровое эфирное вещание охватило уже 83% населения страны. Одним из значимых событий перехода на цифру в стране стало включение второго мультиплекса в Туркестане. После того, как городу был присвоен статус областного центра. Попасть в мультиплекс теперь смогут и региональные телеканалы. Всего на сегодняшний день на цифровизацию телевидения из республиканского бюджета потрачено больше 40 миллиардов тенге. Это была экономика программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Ягульна Рожандогулова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова